Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. Если соперник, мы узнаем за час состава, видим, да, то, что выходит против нас играть в три центральных защитника. Ну, наверное, это значит заслуга команды «Факел», что соперник играет в три центральных защитника. Первый раз. Я так могу сказать и ответить на ваш вопрос. Значит, команду «Факел» боится команда «Краснодар». Посидите, пожалуйста. Я бы, может быть, чуть-чуть хотел бы перефразировать вопрос. Насколько вы считаете удовлетворительным тот результат, ничейный счет, который показал, который в итоге сегодня на табулу? Насколько удовлетворительный результат для вас, для команды? Ну, наверное, любой положительный результат для команды «Факел» плюс. Это раз. Второй. Мы с лидером чемпионата сыграли в ничью. 0-0 сыграли, не пропустили от лидер, который исповедует комбинационный футбол. Да, 11-метровый был у команды соперников. Тут спорить нечего. Но, учитывая, опять же, повторяюсь, возвращаясь к вопросу. Мы всю неделю готовились к игре 4-3-3 команды соперников. Буквально за час мы только узнали. Поэтому с ремешком штабом мы из команды провели плодотворную подготовку за это время. Надо сказать большое спасибо как футболистам, что они восприняли философию, как играть, что играть против такой команды. Потому что многие игроки играли не на своей позиции, хотя в некоторых играх, например, с Нижнего Новгорода Батчи играл на этой позиции, на линейном. И я считаю, что мы хорошо справились, как футболисты, так и тренерский штаб. А это футбол, там, Забей, Краснодар, этот гол с 11 метров был бы, наверное, другой результат. А так и у нас были моменты. Ну, если соперник один из 11 ударов, один в створ попадает. Ну, наверное, это хорошая работа нашей команды. Против лидера, еще раз повторяю. Мы должны радоваться. Воронежский Файкл, который на последнем месте, там, в том году, ой, в предыдущем туре первые очки набрал, а мы играем с Зенитом на выезде. Зенит в три центральных защитника против нас играть до этого не играл. Краснодар, да, приезжает сюда в три центральных защитника. Значит, что-то наша команда значит. Поэтому надо, наоборот, воспринимать этот результат положительно. Для нас любой очко положительно недавно. Неделю, две недели назад. Вот другая ситуация, у нас ноль был очков. Сейчас, по крайней мере, мы движемся вперед четыре. Будем стараться еще набирать очки. Извините, вот еще один уточняющий вопрос. Вы посмотрели эпизод с 11-метровым. Там действительно ли была рука? Как вообще этот эпизод с пенальти прокомментировать? Ну, что его смотреть? Я еще раз повторяю. С Зенитом смотрели, нет пенальти. Тут посмотрели, есть пенальти. Я не знаю, был он, не был, но игра рука. Рука, если была, значит, пенальти. А куда направить судья? В какую сторону? Это уже трактовка, наверное, судейского корпуса. Их тут я, опять же, в эту не углубляюсь. Не углубляюсь в ситуации. Спасибо. Сергей Божин сегодня практически выключил из игры одного из лучших нападающих в премьер-лиге Джона Кордоба. Я хотел бы услышать, как вы оцениваете его действия отдельно? Я отдельно ничьи действия от команды не отделяю. Играет команда, у нас не индивидуальный вид спорта, поэтому он играл в том году, только на другой позиции, я имею в виду, крайнего центрального защитника. Но игрок очень хороший, очень хорошего класса, и с ним нелегко, и мы видим то, что всем нелегко. Но если Божин кому-то не был нужен, то мы очень рады, что он в нашей команде. Есть еще? Пожалуйста. Валерий Алексеевич, добрый вечер. В перерыве сделали двойную замену. Это была плановая замена, или исходя из хода игры, такие перестановки произошли? Ну, конечно, они исходят из игры. Плановой замены, может быть, у нас будет на кубок плановая замена. А все исходит из игры, как она дается, как она ведется, и те или иные ситуации, как выполняет Максимов, справлялся, и поэтому определенную работу он выполнил, поэтому вышел в долгов. На эту позицию были сделаны корректировки, чтобы акцент был на Алонсо, потому что возникают ситуации, когда они атаковали левым флангом, создавали численное преимущество из четырех игроков, поэтому свою работу тоже в долгов сделал. У нас радует то, что на данных играх, где-то с ЦСКА, игроки не выпадают командно, мы выходим и качественно играем. Все, все, все 11 игроков, и кто на замену выходит. Вадим Валентинович, еще один вопрос. За считанные 9-10 дней команда проведет три матча. дает ли это преимущество перед игрой с Оренбургом, поскольку все матчи команда проводила дома? Во-первых, мы сейчас на один день меньше проводили с Краснодара. У Краснодара был на день больше. Если мы будем отталкиваться от этого, то мы никуда не вернемся, потому что или играем все в один день, и тогда будут у всех одинаковые условия. У нас было предыдущие, когда три игры, у нас через два, на третьем мы играли с ЦСКА, ЦСКА обыграли. То есть тут не влияет в какой-то степени, когда есть у тебя два состава. Когда у тебя его нету, то тогда влияет. А сейчас у нас график, он нормально. У нас сейчас график и через три на четвертый, и через... Вот будет сейчас мы через три дня опять на четвертый играем. А с Оренбургом какое у нас сейчас будет преимущество, если Оренбург сегодня с нами же играет. Оренбург ЦСКА, выиграет на Кубок с Оренбургом 30-го. Какая разница? Мы играем все в один день, в один день играем. Какая разница? Дома, на выезде. Время-то столько же будет у каждой команды. Сегодня, может быть, Краснодал бы посвежее, хотя тут не имеет значения. Тут 4-5 дня. Вот если было бы два дня, было бы, конечно, проблемой. И мы видим то, что некоторые команды на это как бы говорят об этом. что же теперь делать? И мы были в этой ситуации, вот опять же, когда первые туры были, когда вот, вторые, сейчас у нас нормальный график, мы должны восстановиться. Мы, опять же, раз выпало нам календарь, кубок, мы ни на что не жалуемся, мы просто выходим и играем, играем на пределе своих возможностей. другого травмы или это тактическая замена была обратная? У кого? Другого, обратная замена вызвана каким-то там небольшим повреждением? Нет, не повреждением. Выполнено, долгов, выполнено установку на 100%, поэтому вот мы его поменяли. Выпустили. Богомаева, который вчера играл за Ю-19, Таймс играл, вот видите, мы возвращаемся к старой российской школе, советской, российской. Сыграл за дубль, игру и Таймс, на следующий день за основу выходит. Вот. Игровую, игровую практику получил там и тут заслуженно выходит и будет получать. А вы делились с основным локипером на данный момент, когда Виталий будет пока на матчах или по-прежнему решение принимается перед каждым матчем? Перед каждым матчем принимается. Естественно, когда команда набирает очки команда, когда играет на ноль, но это хорошая работа всей команды. сейчас на кубок будет Белинов играть. Субтитры